Доброе утро, ребята! Приветствую вас сегодня на торговой сессии среды. Снова давайте начнем с российской валюты, тем более, что текущая динамика весьма интересна, особенно для тех, кто делал ставку на укрепление. На каком уровне рубль торгуется сейчас? На 6.8. И если объяснить поведение российской валюты, вопрос, в принципе, в аудиторию. Какие факторы сейчас поддерживают рубль? Налоговый период в России. Все верно. Налоговый период оказывает существенную поддержку позициям российской валюты. Мы видим, как рубль укрепляется как против американской валюты, так и против евро. В текущем месяце объем валютных, соответственно, налоговых обязательств составит около 1 триллиона рублей. Поскольку речь идет о такой существенной сумме, разумеется, делается ставка, смещается акцент на рублевую ликвидность. В связи с этим растет спрос именно на российскую валюту. Что касается доллара, иностранной валюты спрос уже не такой актуальный. Сегодня ключевые налоги – это акцизы НДС и НДПИ. Поэтому, если обозначать сценарий поведения рубля на сегодня, можно в качестве наиболее вероятных обозначить следующее. Это консолидация рядом с тем уровнем, на котором пара торгуется сейчас, и возможность еще большего укрепления. Что касается ослабления, я бы даже не стал рассматривать сейчас такое поведение российской валюты, но только в рамках сегодняшней торговой сессии. Что касается следующих фундаментальных идей и, разумеется, окончания периода налоговых выплат и, скажем, переориентирования инвесторов на более долгосрочные фундаментальные идеи. Если говорить про нефть, то, точнее, про рубль, касаясь нефти, можно часто, скажем, слышать в последнее время о комментарии того, что смещается акцент в плане анализа с российской валютой, снижается корреляция с нефтью, и, может быть, рубль вовсе отвязался от нефтяного актива. Это все бред, такого быть не может. Почему такого не может быть? Потому что не забывайте, какой страной является Россия. Это сырьевая экономика и, разумеется, экономика, которая зависит от стоимости энергоресурсов. На текущий момент, если брать доходы от нефтегазового сектора, доходы и влияние для российской экономики, кто знает в процентном эквиваленте, какую сумму, точнее, даже какой процент покрывают именно нефтегазовые доходы? 40% это очень оптимистично. Да, 75-80%. Если говорить про как раз ожидания 40%, это комментарии со стороны Минэнерго России, которые планируют добиться снижения зависимости российского бюджета от нефтегазовых доходов 40% только в 2035 году. И тогда, собственно, когда были сделаны эти комментарии, речь шла о 40-45% зависимости. Но в любом случае, вы все прекрасно понимаете, что это все равно очень много. 45% зависимости бюджета от состояния нейротического рынка. Ну, вроде бы как, это движение в верном направлении. И если, скажем, продолжить сохранять эту тенденцию постепенного снижения зависимости в структурном балансе от рынка энергоресурсов, может быть, в каком-то, скажем, веке в будущем мы сможем выйти на высокотехнологичные драйверы роста и, наконец-таки, диверсифицировать структуру в российской экономике таким образом, чтобы она уже не зависела от, таким образом не зависела от стоимости энергоресурсов. Но сейчас это только ожидание, это оптимистичный взгляд. Я думаю, что это вряд ли случится в ближайшие лет 50-60. Поэтому, говоря про перспективы российской валюты, рубль пытается зацепиться за локальные факторы поддержки, но в целом мы прекрасно понимаем, что локальные факторы поддержки, они оказывают позитивный эффект только в краткосрочной перспективе. После рынок переключается на объективную картину, связанную с снижением цен на нефть. Откройте график UCOIL и посмотрите, что происходит с нефтью сейчас. Если сравнить, скажем, потери закрытия прошлой торговой сессии и те уровни, на которых нефть торгуется сейчас, это несколько долларов в целом, получается, даже уровни выписал. 54.83 закрытия прошлой торговой сессии и текущий уровень, точнее 57 закрытия и текущая отметка 54.80-54.90. Около 2 долларов, и если спроецировать на стоимость нефти, получается, что это около 5% просадка. Конечно же, это много. Какие факторы оказали понижательное давление на стоимость нефти? Помимо общей фундаментальной картины, обозначаемой нами, скажем, из недели в неделю. Вчера снова были опубликованы данные по запасам нефти. Первая оценка недельная АПИ, Американский институт нефти. После переключаемся на официальную статистику от Минэнерго США. Запасы снова выросли больше, чем на 4,5 миллиона баррелей. Разумеется, можно, скажем, обозначить уже официальную статистику сегодняшнего дня от Минэнерго. И тоже уже готовиться к тому, что сегодня мы увидим еще одно подтверждение роста запаса. Это еще один потенциальный фактор давления на нефть. Поэтому сейчас, пусть рубль пользуется так активно позитивными факторами, связанными с налоговым периодом, но уверен, что уже в конце этой недели об этой поддержке придется забыть. И уже обращать внимание на более объемлющий фундаментальный фон, связанный с динамикой черного золота. Что касается дополнительного новостного повода по российскому рынку. Вчера вышли данные по темпам оттока капитала из России за прошлый месяц. Есть версии. Большой, маленький. 15 миллиардов долларов. Соответственно, если взять с начала этого месяца, получается, что отток капитала составляет уже 25 миллиардов долларов. Давайте сразу спрецируем на год. На 6 умножаем. Сколько в целом получается? Примерно 150 миллиардов долларов. Получается, что темпы оттока капитала колоссальные по-прежнему. И уже не пьется с прогнозами. Минэкономразвитие прогнозировали отток капитала 110-115 миллиардов долларов. Что касается Центрального банка России, еще более оптимистичный взгляд 100 миллиардов. Мы видим то, что негатив и вот эта спираль потенциального давления для российского рынка, для инвестиционного климата, она постоянно усиливается. И эти риски актуализируются с каждым месяцем. Отток капитала увеличивается. Что касается данных по ВВП, в январе просела российская экономика на 1,5%, даже на 1,6%, если быть точным. А в феврале такой же показатель получается 0,7%. И в целом уже рецессия больше 2%, а год только начинается. Снова предлагаю вернуться вам к тем мрачным ожиданиям со стороны рейтингового агентства МОДИС. Помните, которые прогнозировали отток капитала свыше 200 миллиардов, рецессию около 8% и инфляцию в районе 20%. Как в воду глядели. В принципе, мы все-таки обозначили эти риски гораздо раньше, чем они. И сейчас картина развивается именно по такому сценарию. Риски объективные, и эти риски непременно еще укажут российской валюте на ее истинное место. Я думаю, что это девальвация в районе 25-30%. И как раз возможность движения USD-RAPPа к тому уровню, который мы обозначили вчера. Выше 75 рублей. Ясно? Что происходит? Ну, давайте начнем с конца второго порта. Что касается дополнительного новостного фона. Поскольку сейчас одной из кроугольных проблем российской экономики является нехватка ликвидности денежных средств, особенно на фоне пика платежей по кредитам и, соответственно, по исполнению своих обязательств перед зарубежными партнерами, сейчас активно ищутся дополнительные источники пополнения бюджета. И в качестве таких источников я вам некоторое время назад уже говорил о возможности приватизации Роснефти. 19,5% планируют продать. Общая выручка должна составить около 450 миллиардов рублей. И, разумеется, уже есть официальная формировка. Зачем это делается? Да и для того, чтобы пополнить бюджет Российской Федерации. Второй момент. Наверняка слышали, что уже фактически принято решение о приостановке выплат пенсии работающим пенсионерам. Ну, я думаю, что это уже принято. А компетент, ты знаешь, какой-нибудь? Работающие пенсионеры. Здесь подразумевается в виду, имеется в виду только тех пенсионеров, которые зарабатывают свыше 1 миллиона рублей в год. Это примерно 83-84 тысячи зарплаты в месяц. В России примерно 13-14 миллионов работающих пенсионеров. И в 2, которые покупают продвижение? На самом деле 1,3%. Получается, в целом, это несколько сотен тысяч пенсионеров. Но если мы посчитаем потенциальную выгоду от неисполнения своих пенсионных обязательств перед такими пенсионерами, богатыми, можно сказать, работающими, то бюджет планирует пополниться на 30 миллиардов рублей. Вот так вот с миру по нитке, но в целом убегает неплохая цифра. Хотя, если посмотреть на реальное пополнение бюджета, мне кажется, что сейчас правительство цепляется за любые возможности, которые должны помочь им все-таки наполнить хоть отчасти бюджет, и компенсировать те потери, связанные со снижением цен на энергетические ресурсы. Это в целом указывает на проблемы, и я думаю, что вы не должны о них забывать. Несмотря даже на то, что сейчас рубль вроде бы как демонстрирует позитивную динамику, и есть у некоторых ощущения, что все, рубль начал крепчать, и это связано с общим улучшением ситуации в экономике, и если такая тенденция сохранится, российская валюта будет, скажем, обновлять новые максимумы против доллара и двигаться в район 45-50. Это преждевременные ожидания. Не ведитесь на них! Вот так. Переходим на европейскую валюту евро-доллар. Вчерашнюю торговую сессию по евро-доллару можно разделить на два основных периода. Это когда были опубликованы отчеты по производственному сектору, PMI, еврозоны и Германии в целом. И мы видели, как европейская валюта по факту позитивной статистики из еврозоны достигла локального дневного максимума. Напомните мне, на каком он уровне был обозначен максимум евро-доллара вчера? 1,1028. После этого начался разворот, и этот разворот был связан с публикацией другого, еще более важного махоэкономического отчета, но уже не европейского происхождения. О каком отчете идет речь? Ну это понятно. А что за отчет? Индекс потребительских цен, инфляция, которая сейчас имеет ключевое значение, потому что по показателю инфляции можно в целом осудить о следующих шагах по изменению монетарной политики и, конечно же, повышению процентной ставки. И еще раз напоминаю вам, и очень хочу, чтобы вы запомнили, единственные факторы, которые сейчас сдерживают американский мегарегулятор от повышения процентной ставки, это низкая инфляция и недостаточный рост заработных планов. Поскольку вчера были опубликованы данные по инфляции, кстати, она выросла на 0,2%, это первый рост с октября 2014 года и самый существенный рост с июня 2014 года. В целом мы видим статистику, указывающую на то, что инфляционное давление усиливается, и это даже несмотря на снижение цен на нефть. Поэтому вполне возможно, что эта тенденция сохранится, и при сохранении этой тенденции можно будет говорить, что ФРС в ходе следующих протоколов и заседаний будет, скажем, иметь еще один аргумент в пользу того, что нужно переходить к повышению процентной ставки. Поэтому чем больше таких позитивных отчетов, тем снова больше уверенности в том, что мы вернемся к срокам повышения процентной ставки с сентября снова на июль. И после такой статистики вероятность растет. Посмотрите параллельно, если на поведение доллара японской иены. Вчера локальный минимум 119.20, после публикации данных по инфляции пара выстрел на 50 пунктов вверх и достигла уровня 119.70, что также в целом указывает на то, что американский доллар сейчас остается катализатором, двигателем и самым динамичным активом всего рынка Форекс, поскольку именно от поведения доллара сейчас пляшут все другие инструменты. Пара подросла, и сразу после того, как USD-йена вновь оказалась недалеко от уровня 120, JP Morgan Chase пересмотрели свой прогноз, обозначив, что сейчас те, кто усомнился в бычьих перспективах доллара по факту последнего снижения, есть последняя возможность отдуматься и снова высмотреть возможности для занятия длинных позиций по USD-йене. Наша цель с вами полностью укладывается в эти ожидания, потому что мы ждем 123. И чем больше таких важных макроэкономических отчетов будет, тем ближе, быстрее мы достигнем этой цели. Следующий важный макроэкономический отчет сегодня – заказы на товары длительного пользования. Отчет выйдет в 15.30 по московскому времени и в пятницу нас ждут данные по УП США. Ожидания, в принципе, хорошие по обоим показателям. Я думаю, что, в принципе, эта пятидневка станет укрепительной для доллара и, разумеется, разгрузочной для рисковых инструментов. Чтобы далеко не отходить от пары доллара и японской иена, хочу еще обозначить дополнительный информационный фонд со стороны Банка Японии. Несколько часов назад состоялась конференция монетарного кабинета, где заместитель управляющего Банка Японии сделал акцент на то, что инфляция по целевому диапазону в 2% вряд ли будет достигнута в ближайшие два года. Но поскольку это было обещание монетарных властей, значит, для того, чтобы добиться разгона индекса потребительских цен, им придется задействовать новые меры экономического стимулирования. Поэтому, ребят, предлагаю вам снова вернуться к очевидному контрасту монетарных политик и, разумеется, еще больше убедиться в том, что наша инвестиционная идея покупки USD и иены – это правильная позиция на рынке форекс. Ясно? Дополнительное внимание давайте обратим еще на фунт. Откройте графики фунт-доллар. Вчера британская валюта против американского доллара потеряла больше 100 фунтов. И в целом это указывает на слабости британской валюты, и эта слабость была спровоцирована также публикацией данных по индексу потребительских цен уже в Британии. Что мы увидели по факту публикации этого отсчета? То, что годовая инфляция, ребят, оказалась на нулевом уровне. Это первый раз за 55 последних лет, когда годовой эквивалент не повысился по индексу потребительских цен. Это значит то, что снижение цен на нефть и, в принципе, риски для британской экономики указывают на то, что они тоже уже в одном шаге от дефляции. Поэтому, ребята, заявление руководителя банка Англии Карни о том, что... Помните эти заявления? Месяц назад, когда он отметил, что есть необходимый инструмент для того, чтобы разогнать уровень эфляционного давления до целевой отметки в 2%. Этих инструментов нет. И можно сказать, что этот парень облажался в прямом смысле. Поскольку все поверили в том, что фунт может подрасти, но в итоге мы видим, как фунт остается одним из главных аутсайдеров рынка. Последний комментарий от Карни, уже после того, как он увидел, что инфляция нифига не растет, то, что повышение процентной ставки не произойдет еще как минимум года три. Поэтому основная идея, которая толкала пару фунт-доллара и, в принципе, фунт против всех основных активов вверх в последние месяцы, эта идея себя полностью исчерпала и изжила. Поэтому фунт-доллар, ближайший ориентир еще, который был обозначен Goldman Sachs, это 1,45. На него я предлагаю вам ориентироваться. Ясно? И еще золото. Откройте график против доллара также. Разумеется, по причине слабости американской валюты со прошлой недели золото оказалось, скажем, одним из спросовых активов. Здесь еще дополнительные, скажем, позитивные моменты для золотого актива были связаны с греческим вопросом, неопределенности сохраняются. И золото смогло достигнуть уровня 1190. Мы с вами в качестве цели ставили краткосрочных ожиданиях 1185. Сейчас, до тех пор, пока непонятно, пойдет ли сопротивление 1000, получается, 1,2, я предлагаю воздержаться торговлей золотым активом. Но если, скажем, в следующую неделю, когда мы уже будем вооружены дополнительным макроэкономическим фоном со стороны ВВП и заказов на товар длительного пользования, мы поймем, что доллар растет, вот тогда можно будет обозначить новые цели по золотому активу. Ясно? Вопрос есть? Хорошо. Большое спасибо за внимание. Ждем дополнительных вопросов на нашем официальном канале Аммаркетсе. Оставляйте ваши вопросы под видео окном. И, конечно же, подписывайтесь на рассылку. До свидания.